У меня уклад называется штаб-кверметод, и он обозначен как нарциссический. То есть вот вы приехали к нам, в штаб, и будете слушать о нас. Я буду говорить исключительно о нас, и о том, как мы работаем, как мы пытаемся работать. Что такое штаб вообще? Деятели штаба — это активность на пересечении искусства, активизма, культурных исследований, литературы, искусства. Я бы хотела остановиться на одном нашем методе, который мы не раз использовали, и вот только сейчас подошли к необходимости его концептуализации и теоретизирования. Обычно мы такие проекты называем художественно-исследовательскими. То есть они совмещают формы как искусства, так и той области, которую можно было бы назвать наукой. И вот как бы для нас в данном случае нельзя, поскольку наука — это не нейтральный эпистемиологический модус, а прежде всего социальный институт с сетью учреждений, которые производят и распространяют знания, якобы особо качественные знания. То есть это сеть учреждений со строгим ранжиром, ритуальными инициациями, механизмами распределения квалификаций, титулов и слонов. И поскольку мы к этой сети никоим образом, ну, по крайней мере, прямо не относимся, вернее, я буду сказать, что мы используем ту форму, которая в эпистемологии именуется логикой понятийной формой накопления знаний. То есть знаний, претендующих на доказательность, обоснованность, квалифицируемость, объективность. И одновременно с этим используем формы и искусства тоже. То есть формы уже образные или, как говорят, синтетические, можно сказать, и аналитические, и синтетические. И как же это совмещение осуществляется на практике? Во-первых, мы иногда просто эти подходы редополагаем. То есть в дискурсивном пространстве одного какого-то проекта мы представляем как самостоятельные академические, например, так и самостоятельные художественные студии какого-либо предмета. Например, у нас не так давно был проект под названием «Утилизация социалистического», где вот на одну тему было представлено в Минской исследовательнице академическое исследование на тему постсоциалистических городов, так и художественное исследование на ту же тему. И мы как бы вот в одном пространстве совмещаем такие разные подходы и создаем своего рода эпистемиологическое напряжение. И такое решение коррелирует с одним из определений трансдисциплинарности. Таких определений, надо сказать, очень много, поскольку само понятие новое. А именно такое определение – исследование проблемы на нескольких уровнях. Это первый прием, как можно совмещать разные подходы. И второй прием, наверное, более сложный, когда в рамках одного уже… То есть первый прием – совмещение как бы двух текстов, а второй прием в рамках одного текста, разумеется, текста расширенного, понимаемого, это может быть и… То есть не обязательно этот текст. Совмещаются конвенции, как принятые в науке, вот те самые, которые я уже перечислила, надежность, воспроизводимость, валидность и так далее. Так и художественные конвенции, приемы, методы, техники. Например, метафорический стиль и разные другие вольные, в кавычках, элементы, вплоть до таких форм, как перформанс, интервенция, провокация. То есть либо… И не только искусство, в этот расширенно понимаемый текст могут вкрапляться конвенции, формы и методы других сфер деятельности, например, краеведения, активизма, просветительства и так далее. Например, мы делали проект о мозаиках, по его итогам мы выпустили карту мозаик, которую очень туристы интересуются. То есть проект получился в целом такой культурологический, краеведческий, активистский. Как-то одним определением нельзя назвать. И этот прием… То есть первый прием я обозначила как исследование проблемы на нескольких уровнях, а второй я так условно обозначаю как автосубверсия. То есть из… Почему субверсия? Потому что границы жанра так или иначе тут нарушаются. И его субверсия может проявляться собственно в субверсивных формах искусства таких довольно-таки… На самом деле уже конвенциональных в современном искусстве, как я уже говорила, какой-то перформанс даже довольно радикальный. Например, присутствующие здесь Руфи и Маша были свидетелями, как мы на одном мероприятии подорвали собственную такую деловитую презентацию с рассказом о библиотеке, о стипендиальной программе, собственным же вот так радикальным перформансом. Как бы такой прием, можно сказать, Сорокина ломкости или повествования. Ну я здесь хочу оговориться, что на радикальное искусство мы как бы особых ставок на самом деле не ставим, поскольку оно уже тоже обросло своими традициями, конвенциями и стало в каком-то смысле техничным. предсказуемым. То есть если ты радикальный художник, от тебя ожидают какой-то привычной агрессии и как бы ждут от нее. Ну то есть, собственно, уже субверсии. То есть субверсия становится рутиной, такой оксюмарон. Поэтому мы как бы не ставим особых ставок именно на какие-то эксплицитно субверсивной формы. И для нас более интересно, чтобы вот этот субверсивный заряд содержался даже в такой продукции, которая кажется вот такой белой, пушистой, добропорядочной, даже конъюнктурной, как карта мозаев. То есть даже там, где конвенции вроде бы соблюдаются, где подрыв не явлен декларативно, он наличествует как потенция. Ну то есть как возможность взрыва и вот этого нарушения границ в любой момент. То есть мы оставляем за собой право быть и неудобными, и белыми, и пушистыми тоже в зависимости от каталитических мотивов наших. Следующий вопрос. Зачем мы это делаем? То есть зачем вообще это совмещение подходов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно уточнить наши институциональные контуры. И точнее указать на сложность такого уточнения. То есть эти контуры вроде бы есть, и они вроде бы очень четкие, но как бы их сразу нет. А с одной стороны, да, мы ведем активную деятельность, у нас есть вроде бы четкие рамки. Библиотека, программа резиденции, стипендиальная программа. Мы отпускаем печатную продукцию периодически, но кто эти мы? Штат, как я уже сказала, не интегрирован в академическую систему, но и в систему современного искусства мы тоже, ну, на самом деле не интегрированы. Вернее, мы ее как бы сторонимся. И, собственно, открытие штаба стало таким нашим жестом институциональной критики и отказа от системных конвенций международного современного искусства, как эффекта и продукта неолиберализма. Ну, совсем отменить либерализм мы не можем, да, к сожалению. И штаб, ну, что называется, живет на гранты. Но мы, по крайней мере, пытаемся так выстраивать с донорами отношения, чтобы они не оказывали влияния на политическое содержание наших работ. Ну, или стараемся таких доноров найти, которые... позиции которых конгруентны наши. Это, конечно, самый оптимальный момент. Пример этого симпозиума, это как раз такой пример, который поддерживает фонд Розы и Псенбург. То есть мы, как и все, себя исключить из капиталистической реальности не можем, но и так прилежно производить дальше современное искусство. Конвенционально, как Центральная Азия особенно. Нам просто стало неинтересно, поэтому вот этот жест институциональной критики был вызван, конечно, и волей, но и в большой степени желания тоже. То есть мы просто не хотели больше развиваться. Вот мы выбрали как бы... Мы сели на безбиенальную диету, такой аскетический образ жизни выбрали и приобрели как бы свободу от конвенции современного искусства. Разумеется, это свобода маргинала в какой-то степени. То есть мы находимся в стороне от машины, которая распределяет иерархии конвенции, но также она распределяет символический и социальный капитал, карьеры, достижения. То, что объективировано в списке, в списке, который называется CV художника, и который должен постоянно расти, как капитал. Ну вот мое CV, оно как бы сейчас остановилось. То есть этот файл я вообще даже давно как бы уже не открывала, на самом деле. С 2005 по 2011 год мое CV так постоянно росло. Я послушала, что так рисовало. То есть я участвовала активно в выставках современного искусства международных. А после 2012 года, в 2011 году мы курировали павильон Центральной Азии на Венецианской пьенале, после 2012 года CV остановилась. Ну, на самом деле мы иногда участвуем в выставках, так периодически, но как бы на самом деле действительно редко. И это как бы само собой получается. То есть мы ничего специально не предпринимаем для этого. Никаких усилий не предлагаем. Ну, кстати, в последнее время мы начинаем думать о том, чтобы, может быть, вернуться, но уже, ну, конечно, на собственных условиях вернуться не получится, потому что ситуация не изменилась, но как бы мы изменились. И веналь тоже может быть полем борьбы за гегемонию. Ну, по крайней мере, мы будем представлять уже коллективную работу штаба, а не персональные работы. Ну, мы будем еще думать. Итого, наша профессиональная идентичность, как я уже объяснила, да, проблематична в силу неангажированности нашей организации. И она вдвойне проблематична в силу нашей неокончательной ангажированности даже собственной организации. А вот это касается вот этого режима автосубверсии, о котором я говорила. Случается так, что наша деятельность внезапно переключает регистры с режима институции на режим арт-группы и порой довольно радикальные арт-группы. В таких случаях мы говорим, что это действует не штаб, а в арт-группах Амтуал у нас есть такая или еще у нас есть другие, у нас их несколько. Ну, конечно, немного лукавства, поскольку, как бы, если это мы делаем, то есть с Георгием, да, то эта деятельность просто так и иначе со штабом ассоциируется. И вот поэтому вот это переключение регистров затрудняет и без того нашу трудную идентификацию, кто мы. И вот за неимением точного ответа мы как пока или иногда называем себя мы радикальной институцией. Далее. Поскольку мы живем на гранты, конечно, мы не уверены в завтрашнем дне, мы прикарны. То есть мы не знаем, получим ли мы завтра деньги, будем ли мы существовать. От этого также это ощущение, конечно, определенности не способствует. Ну, и в довершении ко всему вот эта проблема идентификации, она еще и является, являлась постоянной частью моей экзистенции ощущения, так как в современном искусстве я работаю как художница, и как куратор, и как арктик. Кто я, да, кто мы. И вот можно сказать, что ощущение вот этой аномальной неопределенности функционирует в режиме нормы. Вот с этим комплексом размытой идентичности, с которым мы постоянно сталкиваемся, и трансидентичности, видимо, и связан наш выбор в пользу такой трансдисциплинарности. И этот метод фактически для нас программный. То есть мы на самом деле его всегда использовали, но он работал как отчасти такая спонтанная практика. То есть мы делали так. И вот только вот сейчас мы подошли к тому, что нужно осмыслив, почему мы делали так. И... Буду сокращать. Походу. Хотела привести такую эффектную цитату Стюарт Ахова. Этот метод мы, условно говоря, и, наверное, мы готовы назвать квир-методом. Начнем с того, что с этим понятием, понятием квира, или, как бы я сказал, дорида непонятием, у штаба есть уже довольно длительное. История отношений. Например, мы написали манифест квир-коммунизма, который у нас на сайте опубликован. И квир-идея как идея вдохновляет работу штаба, во многом определяет наш этапический горизонт. Ну и нас, конечно, интересует квир-теория. Эта теория, напомню, осмысляет идентичности, как идеи натурализированные, ситуативные, текучие. Квир-теория возникла как критика, вообще идея квира возникла как критика политики идентичностей и черпает энергию из пафоса преодоления дискриминации. Квир-теория восходит генеалогически к ЛГБТ-штудиям, но преодолевает их, провозглашая идентичность без сущности. Это определение Дэвида Гальтерина. Причем речь идет не только о гендаре и сексуальности. Например, исследовательница Ив Седжевик понимает квир как, цитата, «рычаг для достижения нового типа справедливости во фрактальных лабиринтах языка, цвета кожи, миграции государства». Также принципиальной особенностью квир-теории является ее незавершенность, открытость, противоречивость и даже некоторая сомнительность. Нелегитимированность, Как пишет Джудит Батлер, квир, цитата, «должен остаться тем, что он есть в настоящем, никогда полностью не признанным, но всегда и только трансформирующимся, искривленным, сомневающимся в традициях, привычках и, возможно, урожайным в отношении новых терминов, которые сделают политическую работу более эффективной». И что особенно кажется нам, нам все кажется в этом привлекательным, а также нам кажется привлекательным то, что квир с необходимостью включает в себя измерение утопии. Цитата из Гальперина, «квир описывает горизонт возможного чьи точное пространство и гетерогенные границы не могут быть в принципе установлены заранее». Итого, если мы учтем то, что идентичность, да, аквир в основном работает с этим понятием, критикует его, а если мы учтем, что идентичность это собственно и есть знание, здесь можно вспомнить слова Фуко, «тело это поверхность, где записывают события», то работа с формой производства знания, которые ускользают и точной дефиницией, на мой взгляд, может быть названа квир-методом. А также квир кажется подходящим для обозначения нашего метода еще и потому, что квир – это не нейтральный, а политически заряженный термин, он содержит коннотации протеста и сопротивления, дискриминация разного рода дома. теперь немного остановлюсь на взаимоотношениях того, что я, условно можно назвать наукой, искусством, взаимоотношениях науки и искусства как формы производства знания, то есть то, что мы, условно говоря, совмещаем. И, в общем-то, совмещаем, я забыла сказать, главное, совмещаем на пространстве собственно вот этого проекта. Здесь есть художники, есть исследователи, ученые. Почему мы, как мы, вернее сказать, как мы видим это совмещение, как мы его понимаем? На первый взгляд, наука кажется чем-то рациональным, а искусство как бы не очень. И как бы, вот мы совмещаем нечто серьезное, да, науку с чем-то таким больным, может быть, не очень серьезным, с искусством, которому все дозволено, как бы делаем такой баланс разума и чувства, логики и эмоции. Но, разумеется, такие оппозиции нам не интересны. Наш квир-метод это не способ оживить формальную науку завитушками искусства, либо поддержать искусство авторитетом науки. Я понимаю науку и искусство как общественные машины, работа которых равна формально. Я не думаю, что наука формальна, а искусства нет. Я бы сказала, что наука формализована, а искусство формалистично. То есть, в обоих случаях существует жесткий регламент формы, есть лишь разница акцентов. Требования науки это формальное, можно условно сказать, понимая всю проблематичность этой условности, требования науки это формальное подобие, например, если вспомнить, как пишутся, диссертации. А требования искусства, наоборот, формальное отличие, инновативность. И требования эти равно строгие. диссертацию не рекомендуется разрисовывать цветочками, арт-проект можно разрисовывать и аранжировать как угодно, лишь бы он формально не совпал с работой другого художника или художницы. И поскольку, как мы знаем, несмотря на все заповеди пустмодернизма, это остается дурным тоном и нарушением главных конвенций в искусстве, и банальность в искусстве по-прежнему самый суровый приговор, если только, конечно, эта банальность не привлечена в качестве инновации сознательно. Сознательно сделан банальный проект. Да, в искусстве можно сделать ремейк, реинаптмин или реминисценцию, но невозможно сделать точное повторение уже сделанного реинаптмином. И также по отношению к науке и искусству, на мой взгляд, неевристичные оппозиции объективное, субъективное, да, наука объективна, искусство субъективна, обязательно, необязательное, общественно-частное. Наука, безусловно, в нашей эпистемии претендует на эпистемологическое лидерство, но искусство в какой-то степени тоже претендует на лидерство в таком сакральном смысле. По искусству все позволено, как такой трансгрессивный рубок. И наука, и искусство, на мой взгляд, демонстрируют сложную диалектику объективного и субъективного, индивидуального и коллективного, общественного и частного. И до эпохи смерти автора искусство не рассматривалось как продукция такого сферического индивида в вакууме. Раньше художником, как мы помним, рукой художника в один бог, аморальный долг и чувство гармонии, а сейчас время, дискурс, коллективное, бессознательное. То есть художник всегда кого-то или что-то представляет, даже если он сам или сама не желает. У него или у нее просто нет такого выбора. То есть что я хочу сказать, к чему я веду? Я хочу сказать, что наш, уже буду его так называть, квирметр, вызван не столько различиями науки и искусства, которые нужно как бы сгладить, хотя эти различия, безусловно, есть, сколько их сходствам, а именно сходствам в качестве общественных институтов, производящих не столько некое нейтральное знание, но прежде всего общественное отношение и принимающие формы институциональных барьеров, иракий, классификаций, конвенций и границ. То есть у каждого из этих институтов есть жесткие границы. Эти границы якобы призваны физровать и отделять качественное знание от некачественного. То, что производится под эгидой науки в академической среде, это якобы знание качественное, а которое как бы этими раджирами и регалиями неотвечено, некачественное. Также это отделение истины от лжи, добру от зла и так далее. Но очевидно, я думаю, очевидно всем нам, что эти границы так не работают. Достаточно посмотреть, на какие темы защищают эти диссертации, что публикуется в научных журналах. Более чем достаточно откровенного трэша. И арт-система с ее границами также противоречит собственным символам веры. Арт-система существует так, как будто не существует никаких мучительных споров вокруг природы искусства и критериев искусства. Потому что в теории искусства уже давно, на самом деле, царит полная анархия и постоянно совершаются революции в теории. Вроде бы давно уже отменено разделение на высокое и низкое искусство, на вангарты кич. И можно сказать, что смерть искусства стала рутиной. На самом деле вообще непонятно, что такое искусство. Но арт-машина работает так, как будто вот этих затруднений нет. Как будто бы все понятно и извешено. И арт-машина уверенно производит, ранжирует и атрибутирует художников и их произведения. И одновременно вместе с ростом цен продолжают расти спекуляции об условности критериев оценки. Таким образом, очевидно, что границы и барьеры всех этих институтов автологичны и консервативны. В том смысле, что существуют они для того, чтобы воспроизводить самую себя. Разумеется, вот такой статус-кво. Часто вызывает протест и желание нарушить эти правила. В частности, как к науке относятся. Имеется много примеров протеста против авторитаризма науки внутри самой науки. Можно много примеров приводить? Я приведу. Вот есть такой эпистемиологический, например, анархизм Пола Фейрабинда. Профессор философии из Беркли утверждал, что наука имеет не больше эпистемиологических прав, чем мифы и религии. Также есть такое трансдисциплинарное движение. В Эдехартии, которая принята в ноябре 1924 года, сказано... Эдехартия первого Всемирного конгресса по трансдисциплинарности. Прошел в Португалии. В Эдехартии сказано... Трансдисциплинарное видение решительно открыто в своем выходе за область точных наук, требуя их диалога и их примирения с гуманитарными и социальными науками, а также с искусством, литературой, поэзией и духовным опытом. Также вот это направление в сторону трансдисциплинарности указывают теоретики так называемого деколониального поворота. Они пытаются найти радикальный революционный выход из просветительской и модернистской универсалистской парадигмы. Выход, который они обозначают как плюриверсальность. Как пишет исследовательница Мадина Тластанова, транскультурная, трансценностная и трансэпистемиологическая модель обеспечивает разрыв с прежними дисциплинами, привлечение в поле образования и знания, форм знания, которые раньше оказались дискредитированы и превращены в подчиненные. Это традиция, национальное знание, фольклоры, религия, аборигенные космологии, знания, вырабатываемые в рамках социальных движений, то есть активистские. Это попытки протеста против косности академии со стороны самой науки, со стороны самой теории. Со стороны искусства, такое стремление к трансдисциплинарности, оно тоже есть, но оно очень специфическое, это только для искусства характерное, оно имитационное. Визуальное искусство, как вы знаете, уже на протяжении века упорно завоевывает соседние территории, присваивая себе иномедиальные способы выражения. Театр, кино, литературы, философии, науки уже всем давно. Понятно, что искусство – это не только холст и масло, а вообще все. То есть все медиа. Искусство может принимать формы от помойного ведра простого научного фолианта. Однако такая трансдисциплинарность имеет игровой характер. Это игра в одни ворота. То есть эта экспансия искусства на захваченные территории не влияет. Писсуар в музее не функционален, а какой-либо концептуалистский арт-объект, имеющий вид многотомного сочинения и даже снабженный библиографией, на территории академической науки не проникает. Ну, разве что в качестве предмета. А наш клиент отлично как от первого, так как от второго комплекса протеста против косности этих границ. То есть это не инициатива со стороны науки, потому что у нас отсутствует просто полномочия, но инициатива со стороны искусства. Так как наши формы часто как искусство не опознаются. Мы не имитируем исследование, снабжая его этикеткой и синопсисом, а проводим действительные исследования и выпускаем книгу. И я для себя определяю так. Наш клиент это приглашение не со стороны науки, не со стороны искусства, а приглашение из ниоткуда или из пограничья. То есть наш метод вызван не утопической интенцией холизма, а жаждой интеграции, взятия лучшего от каждой области соединения всего со всем, но скорее экономикой отказа. То есть наша практика обусловлена, в этом смысле мне близко то, что вчера Кристина говорила, что она не может себя назвать ни эстонкой, ни русской, потому что она не может себя опознать в этих идентичностях. В общем-то это та же самая. Тот же самый пример, та же самая модель. Когда ты желаешь отказаться от таких навязанных идентичностей, от такой ангажированности, ты невольно эмигрируешь на соседние территории, просто потому что исход – это исход не только откуда-то, но исход куда-то. То есть когда ты уходишь, ты все равно куда-то приходишь. И вот у нас таким образом осуществляется такая эмиграция на территории культурных исследований, активизма, политики, но неукорененно. В частности, если снова вспомнить теоретиков деклониального поворота, то их концепции в этом смысле нам близки. В частности, концепция пограничного субъекта Глории Ансальдуа, которая предъявляется через образ метиски, живущей на границе между колонией и метрополией. Работы Ансальдуа на русский не переведены, поэтому я их процитирую, цитату из работы процитирую в пересказе в Одине Тластановой. Ансальдуа пишет о сообществе трансиндивидов, постоянно переходящих из одной культурной системы в другую, но везде остающихся чужими. Отсюда и ощущение внутренней незащищенности, а также неуверенность в себе, как основные черты сознания границы. Оно как бы находится постоянно в шоке, в состоянии культурного столкновения, и выходом может быть растущая способность к пластичности и постоянной смене точек зрения и ролей. Для Ансальдуа важна сама смена типа мышления с аналитического центра стремительного, настроенного на конкретную рациональную задачу, на мышление рассеивающееся центробежное. Но все-таки тема креольности метисажа, о котором будут Руфи и Маша еще говорить, нам близка. Но все-таки, набирая определения, больше склоняемся к квиллу, поскольку вот эта семантика креольности метисажа, она все-таки включает коннотации неких исходных корней. А квилл этого начисло решен. Также в заключении важно заметить, что такие квир-практики, можно их назвать ломантическими практиками, принципиально отличны от постмодернистских игр, таких театральных переодеваний, тем, что мы не рассматриваем наши практики как игры или как художественную имитацию, поскольку неукорененность неравнозначна безответственности. Тексты, которые мы пишем, проекты, которые мы делаем, могут быть обращены к науке, к искусству, к обоим одновременно. И тут мы становимся более уязвимы, чем деятели легитимированные, поскольку, например, наши статьи и книги не защищены академическим статусом или другим фактором цеховой включенности, тогда как если кандидат наук напишет текст ужасный, он все равно кандидатом наук останется. С другой стороны, это можно назвать таким интеллектуальным ваххабизмом или каким-нибудь интеллектуальным францисканством, поскольку в нашем случае за себя говорит чистый текст, а не наши регалии, а не степень, не университет. Хотя наше трансграничное субверсивное письмо вполне может воспроизводить конвенции научного стиля. Надежность, то есть воспроизводимость, валидность, доказательность, предъявление объяснительной схемы, евристичность, но не ввиду институциональных требований, а в силу свободного стремления к истине. Ну, хотя, конечно, это, с моей стороны, немного лукасово насчет чистого текста, поскольку штаб уже начинает генерировать собственное институциональное напряжение. И эту свою невключенность мы постоянно ощущаем и сталкиваемся с ее границами. Например, мы ожидали большего интереса к данному симпозиуму со стороны академических деятелей, исследователей, но было не очень много подобных заявок, видимо, в силу того, что участие у нас, в нашем симпозиуме, не принесет научным деятелям каких-то особых карьерных бенефиций. Наши издания не ранкированные, наши проекты во имя истины, а не карьеры. Ну, впрочем, так иначе у нас конкурс был. Ну, не могу сказать, что это нас очень настраивает, но мы замечаем и отмечаем такие факты, как подобные необходимые, ну, необходимые следствия для такой нашей практики. И, наконец, совсем в завершение. Если попытаться, то есть я сейчас ссылалась на апофатические определения, ну, и не то, и не это, но если попытаться найти не апофатические, а позитивные определения оснований нашего квир-метода, то это уже совсем-совсем такой набросок, то здесь, может быть, будет, кстати, фокеанская стилизация себя, или эстетика себя, или эстетика существования. Но мы сейчас, как я уже сказала, только лишь намечаем рэперные точки и осмысление квир-метода. Мы начинаем приступать к осмыслению. И, ну, возможно, привлечем и другие дискуссивные ресурсы. И в заключении я хочу привести цитату одного из комментаторов Фуко. «Свобода — это не состояние, а деятельность и непрестанная и неумолимая борьба». Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.